Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют ежемесячный рост, в то время как автомобильный рынок, напротив, сокращается пятый месяц подряд. Хавейл уже реализует больше машин, чем Митсубиши, Черри продает больше, чем Мазда, а Джили и вовсе превосходит по продажам Ауди. Эти марки упомянуты не просто так. Именно на них приходится основная доля продаж китайских автомобилей на российском рынке. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в промежуток с января по ноябрь в стране реализовали 103 384 машины китайских марок, что в более чем два раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года и является историческим рекордом. Прошлый рекорд был установлен лишь в 2003 году, когда на российском рынке продали чуть более 100 тысяч китайских автомобилей. А прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, чтобы своевременно получать уведомления о выходе новых видео и постоянно оставаться в курсе интересных новостей из автомобильной индустрии. Первая компания из Китая, пришедшая на российский рынок и организовавшая здесь производство была Лифан. С 2007 года она начала сборку машин на фабрике Дервейс, а первым автомобилем на этом предприятии стал Лифан Бриз. В 2014 году было создано 24 800 машин. Еще спустя 4 года на заводе фирма производила все модификации, продававшиеся в РФ. Но уже осенью того же года фабрика прекратила работу и для самого Лифан тоже настали очень тяжелые времена. Черри тоже выпускал автомобили на Дервейсе, а после его банкротства был вынужден поставлять в РФ всю транспортную продукцию из КНР. Затем планировалось наладить сборку в Новосибирской области, но планы эти не воплотились в жизнь. Хавейл же еще два года назад наладил производство своих автомобилей в Тульской области. Пресса сообщала об объеме инвестиций в сумме 500 миллионов долларов. А к июню этого года компания выпустила 30-тысячный автомобиль на предприятии. Пандемия и ситуация с глобальным дефицитом микрочипов практически не затронуло производство китайских машин в России. Китайские автопроизводители, в отличие от других компаний, не испытывают проблем с комплектующими для сборки в России. Сейчас найти машины в наличии у дилера или приобрести без длительного ожидания можно лишь в автосалонах китайских брендов. Теперь пройдемся конкретно по статистике продаж. Хавейл Джолиан и Черри Тига 4 вошли в ноябре в топ-25 самых популярных в России автомобилей. Джолиан при этом занял почетную пятую строчку среди всех кроссоверов в РФ. Тига 4 в шестую. То есть они оказались более успешными, нежели Ниссан Кашкай и X-Trail, Рено Каптюр и Аркана, Фольксваген Тигуан. Это серьезная заявка на совсем другие роли на российском рынке. Хавейл F7 и F7X вновь оказались за пределами топ-3 и в итоге всю тройку сформировали более компактные и более доступные кроссоверы. Только 13 место в ноябре занял представитель марки, не входящий в большую тройку. Это Chang'an CS35 Plus с 245 продажами. Стоит отметить и ноябрьские результаты кроссоверов Exit TXL – 403 штуки и Gag GS8 – 136 штук. Они стали лучшими для этих моделей за весь промежуток времени. Безусловно, вся эта аномалия на российском автомобильном рынке и спад уровня жизни россиян китайским производителям только на руку. При обеспечении грамотного как гарантийного, так и негарантийного сервиса и жесткого контроля за представителями китайских брендов в России, да еще и в совокупности с постоянным повышением уровня качества продукции, точно благоприятно поспособствует росту продаж у нас в стране. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новинкой. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!